Что мы знаем о хаджи? Что мы знали до этого хаджи? Что это столб. Но однако Аллах нас приглашает, уважаемые братья. Это не просто приказ, это приглашение Аллаха, Субхану ва Та'але. Аллах, Субхану ва Та'але, говорит, призови, призови, пригласи людей к хаджу, они приедут, говорит, Субхану ва Та'але. Я их приглашаю, Ибрагим Али, скажи, что я их приглашаю. Поэтому, когда человек пренебрегает этим, то он махрум. То есть, в Аллахе, он лишенный. Лишенный, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе «Инда л-байха-ки, я кулу ар-расулю, саллаллаху алейхи вассалям, инна абдан, قال Аллах, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Всевышний Аллах сказал, инна абдан, асахта лahu джисма, уваса'талу алейхи маишати, «Ла я фиду илейя фи кулли хамсати айвам, ла махрум». Всевышний Аллах, субхану алейхи вассалям, сказал, поистине мой раб, поистине мой раб, которому я дал ему, наделил его здоровьем, и дал ему риск, то есть дал ему имущество, дал ему возможность, деньги. Но при этом, каждые пять лет он ко мне не приезжает на хадж, то этот человек лишенный, тот человек лишен. То есть у кого есть возможность финансовая, у кого есть возможность физическая, проходит пять лет, он не повторяет хадж из-за этой великой награды, то он лишенный. Лишенный не денег, нет, лишенный не богатства, а чего? Лишенный награды и милости Аллаха, субхану алейхи вассалям. Хадис, который приводится в Сахин Бухарии, «Муслим». То есть перед судным днем Кааба разрушится, уважаемые братья. Поэтому нужно, тот, кто не был на хадже, тот, кто не приезжал туда, нужно успеть совершить хадж перед тем, как она разрушится. Малые признаки судного дня почти уже все завершились. Поэтому нужно успеть совершить хадж перед тем, как она разрушится. Перед судным днем Кааба не станет. И пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, сказал, мужчина, человек из Эфиопии, которого зовут Зуль Асвакатейн, камушек за камушек будет разбирать Каабу. И в реваяте от Ахмада, в фильме Снад, пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, сказал, когда рассказывал хадис, как будто я вижу его сейчас, сказал пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям. Поэтому скоро люди соберутся на Муздалифа, скоро соберутся на Минэ, скоро соберутся на Арафа. У всех одна задача. Чтобы все завершили хадж, и Аллах простил им все грехи, чтобы они вернулись домой без единого греха, как на врожденном детьми. И тогда придет ответ от Аллаха. Аллах обращается к ангелам и говорит. Эти мои рабы приехали ко мне в гости, с ерошенными волосами, в пыли, надеются на мое прощение. Я простил их. Просим Аллаха, субхану атеаля, чтобы дал нам возможность совершить хадж, уважаемые братья, аль-хамдулля. То, кто собирается в этом году, чтобы Аллах облегчил хадж. Поэтому кто-то, если откладывал, я думаю, после этих хадисов, после этих напоминаний из сунны посланника, из хадисов, из аятов, мы постараемся не пренебрегать, а спешить, не откладывать. И Аллаху а'алям, Аллаху а'алям, до какого, сколько нам осталось жить, и когда мы доживем, или мы до следующих лет, и так далее. Поэтому должны спешить в этом. В этом должны соревноваться верующие в благих деяниях, в поклонениях. И самое великое поклонение в месяце дзуль-хиджа это совершение большого хаджа. Салли Аллаху а'ля Набина Мухаммад и а'ля Алихи и Сахаби Джима'ин.